Война во Вьетнаме С вами канал Кинодрон и это вторая часть подборки лучших фильмов про войну во Вьетнаме. Перед просмотром этого видео не забудьте поставить ему лайк, а также подписаться на канал. Надеюсь вы все почистили свои винтовки М16, а также включили песню Creedence Fortunate Son. Приятного просмотра! Спасительный рассвет Спасительный рассвет пример необычной войны драмы, в которой например недостаток бюджета идет только на пользу. Это некрасивый боевик или пафосная драма о том, как несколько американских парней спасают тысячи жизней и их показывают на фоне звездно-полосатого флага. Здесь смысл совсем в другом. Он скорее о выживании в военных условиях, в данном случае в плену. По сюжету Кристиан Бейл играет летчика ВМФ США, смысл жизни которого было стать военным пилотом. Он не особо задумывался о своих поступках и целях миссии, для него главным было само небо. Однако во время одного из боевых вылетов во время Вьетнамской войны его самолет был сбит. Летчик не сдался, перенес жуткие условия заключения и все же организовал побег с другими пленными. Кино именно это и показывает надежду и несгибаемую волю человека, а также об осознании им своей сущности. А суть была заключена в истории главного героя, в его дороге от беспечного вояки, даже не думывающего о том, что он убивает людей, до героя, узнавшего цену жизни и смерти, увидевшему разницу между уропатриотизмом и любовью к жизни, осознавшему, что эта война ему совсем не нужна. Парни из Роты Си стал первым американским фильмом о Вьетнамской войне, в котором трезво и качественно описывают состояние военных действий, события и жизни призывников, алчность и наркомания, прочее, что послужило трафаретом для последующих фильмов об этой войне. Фильм был снят на реальной основе по записям из дневника Элвиса Фостера, который в августе 67-го вместе с другими призывниками оказался в центре по подготовке морских пехотинцев, тем самым пополнил 163-й взвод морской пехоты армии США. Сам фильм точно так же был снят в виде дневника, в котором одно событие сменяется другим. Вначале нам покажут лагерь подготовки морской пехоты, где суровые дрилл-сержанты пытаются сделать из молодых парней настоящих бойцов, постоянно уматывая их измирительными тренировками. Вторая же часть картины показывает нам Вьетнам. Режиссер попытался показать в картине те проблемы, которыми была наполнена американская армия того времени. Далеко не всем, кого призвали в армию, хотелось воевать на полях Вьетнама. То в армии существует такая же возня за власть в верхах командования, которые отправляют солдат на бездумные операции, а также занимаются темными делами для своей выгоды. Ведь главная задача фильма – показать зрителю не сколько военные проблемы, а социальные. Кинокартина «Охотник на оленей» рассказывает нам о судьбе трех простых пенсильванских работяг русского происхождения, отправившихся воевать во Вьетнам, из которого они уже не смогли вернуться прежними. Сначала нам показывают их простую жизнь, в которой они, как и обычные люди, живут в своем маленьком городке и в принципе не знают больших проблем. Они просто работают, живут, отмечают пышную свадьбу одного из друзей, ездят охотиться на оленей и ждут отъезда во Вьетнам по призыву, не думая о том, через какой ад им придется пройти. Мы видим, как эволюционируют герои, их взаимоотношения и взгляды на жизнь в целом. В фильме нет ничего лишнего. Камера погружает в красоты природы и ужасы войны. Церковные песнопения, русская музыка и текст американских песен дарят понимание внутреннего состояния героев. Безусловно, Охотник на оленей кино со смыслом, качественно не только в идеологическом, но и в художественном смысле. Фильм начинается от лица главного героя картины Фореста, слабоумного высокого парня с благородной внешностью и открытым сердцем, рассказывающим о своей жизни, о том, как фантастическим образом он стал известным футболистом, героем войны во Вьетнаме, профессиональным игроком в пинг-понг и многим другим. Хоть тема войны во Вьетнаме показана в виде одного из моментов, она играет особо важную роль в фильме. После окончания университета Гампа призывают в армию, где он в учебном лагере со своим будущим другом Бенджамином Блю по прозвищу Бабба будет проходить все тягости воинской службы. По интересному совпадению, Форест находит себя в армейской службе и почти становится лучшим в своем взводе, а их дрилл-сержант говорит, что даже рекомендовал бы Гампа на прохождение офицерских курсов. После учебного лагеря двоих друзей отправляют во Вьетнам, где Форест открывает для себя совершенно другой мир, постоянно описывающий его природные причуды и солдатский быт в своих письмах домой. В фильме война не показана как целый экшен, где герой словно Рэмбо будет отстреливать врагов направо и налево. Наоборот, в нем затрагиваются моменты морали, смысла этой войны, где раскрываются идеи и состояние американского общества в целом после этого ужасного конфликта. В картине присутствует безупречная актерская игра. Каждый без исключения актер просто фантастически подходит на свою роль, где с каждой точностью проживает жизнь своего персонажа. «Осада база Глория» – это художественный фильм о Вьетнамской войне, снятый в 1989 году. Главную роль исполнил знаменитый актер, непосредственный участник войны в Вьетнаме Ли Эрми. Фильм рассказывает нам о группе американских разведчиков под командованием майора Билла Хафнера. Они совершают различные вылазки на вражеской территории, тем самым выполняя разные опасные задания. Во время эвакуации с одной миссии вердолет был обстрелян партизанами Вьетконга и привозит наших героев на отдаленный опорный пункт Глория. Попав на базу, Билл понимает, что на ней творится в Акханале. Солдаты не выставляют дозоры, пьют пиво и отдыхают, не зная о том, что вьетнамцы собрали большую армию прямо у них под носом, а командир этой базы совсем вышел из ума и ничего не хочет с этим делать. Постоянно сидит у себя в блиндаже и принимает наркотики. Майор со своим верным товарищем Капралом Динардо решает вывести командира базы из игры и занять его место, тем самым сохранив жизни солдатам, а также всем, кто находился на базе. Ведь именно в этот момент армия Северного Вьетнама вместе с партизанским движением Вьетконга планирует масштабное наступление на юг. Параллельно с фильмом главный герой ведет свой рассказ, где отмечает героизм и отчаянность вьетнамцев, говоря, что американцы вели бы себя точно так же, если бы кто-то так же оккупировал какую-то часть Соединенных Штатов. И я честно не понимаю, почему про этот фильм нигде ничего не написано, почему он стал таким незаметным. По мне это вполне хороший военный боевик, который совмещает в себе как неплохую драму с раскрытием обеих сторон конфликта, так и неплохо снятые батальные сцены. А на этом все. Спасибо большое за просмотр данного ролика. Надеюсь, он вам понравился. Не забывайте поставить этому видео лайк, а также подписаться на канал. С вами был Кинодрон. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok